всем привет всем доброго жаркого турецкого утра с вами павел георгиев это видео блог турагентства онлайн георгиев travel в этом выпуске мы расскажем вот о чем как мы устали немножко сидеть в отеле прошло уже четыре дня и нам захотелось как-то подвигаться увидеть что-то новое посмотреть поглядеть и мы в общем решили отправиться из кемера совсем другие бухты мы сейчас с вами поедем вместе в седе что вы готовы поехали друзья снова радостные минуты моменты я люблю передвигаться очень люблю самостоятельно в каждой стране берешь автомобиль и сразу чувствуешь окрыление свободы ты можешь ехать куда хочешь когда захочешь любое место это реально очень круто поэтому еще раз рекомендую всем кто хочет покататься посмотреть что-то увидеть брать автомобиль на прокат это вполне доступные деньги стоят и я считаю очень интересно например скажу что прокат автомобиля данного который мы сейчас взяли составил 40 долларов в день то есть 80 долларов за два дня мы за него отдали и теперь два дня можно спокойно куда угодно ездить при этом например если бы мы взяли бы мотоцикл этот электро байк и катались меня составляла 5 долларов в час нам нужно было два мотоцикла и сами прикиньте грубо говоря на мотоцикле пару часов по району покататься или на автомобиле куда угодно с кондиционером так что вот так поэтому берите и катайтесь едете смотрите можно самому на экскурсию любую отправиться за метод на классный вариант варианты всегда есть два либо забронировать у турагентства местного вот мы гинзе travel забронировали это ну не реклама просто можно было на рентокар разница в чем глобальная в том что бронировать на рентокар и всякие вот такие скажем международные бренды вам необходимо будет оставить большой депозитом от 300 до 700 евро бывает ну то есть большие суммы то здесь соответственно без депозита просто оплачешь машину и поехал это очень удобно впереди нас туннель скале вот в этой горе смотрите туннель и мы заезжаем какой-то на желание в тоннель желание ручки вынимаем веру у нас еще один тоннель ну вот у нас уже на горизонте появилась анталия ехать кажется что долго на самом деле все достаточно быстро вот эти фуникулеры есть его недавно с этим здесь сделали поднимаются тоже на обзорную площадку ну вот наш путь пролегает из центр анталии и совсем скоро мы выйдем дальше на трассу пойдем дальше дальше и приедем в седе городок здесь все малоэтажные здания в общем высоток практически нет никаких потому что турция это сейсмо опасная зона поэтому здесь высокие здания нет вот три-четыре этажа вот так есть чуть побольше здания офисные вот заехали в город серик это уже недалеко от седе буквально 20 минут и мы будем сидеть мы уже в район седе выезжаем анафгат так что осталось буквально на 15 минут дороги хорошие едешь доедешь заправочки все есть по дороге друзья в общем мы доехали до седе позади меня отель альвадонна который находится здесь у нас проживает наш турист анастасия с семьей мы приехали к ней здесь нужно было какие-то документы прислать в общем решили все приятное с полезным совместить дети наши сейчас вон там купаются в море здесь вот смотрите море совсем другое не такой как кемере да оно из-за песка немножечко такое кажется мутным есть волна в отличие от кемеры и вообще там нет ну в общем здесь вот такая небольшая скажем бухточка с отелями то есть очень много как видите и соответственно здесь можно отдыхать и наверное интересно отдыхать тем кто любит такой более пляжный отдых не по не ходить такой немножко ленивый отдых это как бы место как раз идеально подойдет для такого отдыха здесь тоже есть всякие развлечения морские видимо парашюты один за другим летают яхты водные мотоциклы в общем все есть есть если необходимо соответственно гиды здесь в отеле или самостоятельно можно договориться о трансфере в любое место которое вам удобно до шопинга или до аквапарка в общем все отсюда конечно же ездит и можно спокойно выбирать уезжать как вам захочется кстати здесь такой пирсик интересно сделать сейчас вместе с вами него поднимемся здесь места такие для лежаков хотя наверное нет не поднимемся потому что отеля льва донна усиленно соблюдает все правила по соответственно антикорона вирусной инфекции и в общем так как мы здесь не проживаем они нас сюда не пускают и соответственно даже на шедлонгах не дают тоже разместиться именно по этой же причине поэтому все очень серьезно видите ребята в масках стоят перчатках везде стоят камеры проверяют температуру поэтому ну молодцы в этом плане хорошо до подготовились и за это как говорится тоже можно не переживать все у них в этом плане налажено ну а так целом скажу что там просто такое местечко полюбоваться полежать на ржаках можно отдохнуть и в общем-то все ну что мы сегодня будем уже собираться поедем дальше еще думаем какой у нас будет план есть пару интересных идей с надей их обсудил сейчас мы до конца завершим обдумаем и поедем смотрите обязательно этот выпуск дальше до конца подписывайтесь на эти комментарии поехали дальше ну что мы накупались дети поехали дальше итак мы по дороге решили заехать в билег еще раз посмотреть как что здесь устроено постараемся выйти на конец пляж нам самим интересно поставить весь пляж по сравнению сиды то что билег считается премиальной зоны отдыха есть конечно отели на второй линии да но они соответственно стоит подешевле на первой линии все очень дорогие в общем сейчас постараемся вы смотрите друзья здесь вот такая большая улица и все одни отели они все выходят на первой линии при этом выйти через них никак нельзя мы сейчас справляемся велик beach park это единственное место где можно выйти на пляж велико свободно все остальное закрыто есть отели вас только для гостей объезжаем а буквально здесь пять минут пока едем здесь тоже прикольный такой парк прогулочный можно прогуляться такие сосенки мы нашли тут съезд пляжу такой вот каменистые песчаные это единственное кстати место действительно вот есть парковка на пляж выйдем посмотрим потом домой поедем и вот мы выезжаем с вами прямиком на пляж билека вот входные обходными путями вышли мы на пляж билека где бесплатную часть как обычно наше семейство и не бывает без происшествий в общем надя сейчас открыла багажник у машины что-то достала ключ положила и захлопнула его обратно в общем кружили-кружили я уже там думал как скрывать багажник в итоге оказалось что сидушки задние раскладываются залезли в багажник и достали ключ очень нам повезло ну все сейчас мы все мокрые уставшие от этой процедуры пошли купаться дарите к пошли купаться пойдем со мной здесь конечно пляж общественно не такой уж очень чистый камушки мусор немного валяется поэтому ну море сейчас покажу какое мне кажется уже отсюда что точно такое же как в седе немножко мутновато из-за песка есть небольшая волна ну да да вот так вот мелкая мелкий такой песочек такая мелкая мелкая галич а по ныряем а 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 у него а а вот те два полуна уже одни фансы давай песок в плане не два трепки конечно ужасная вещь пять минут тебе приятно ты купаешься а потом выходишь и Тебе приходится все это три часа стирать, обметаться, мыться, доставать это из всего оборудования. Нравится песчаный пляж? Да. Дети нравится песчаный пляж, она мне очень краса из-за этого, что все потом в песке. Майка в песке, ноги в песке, ботинки в песке, машина в песке. В общем, все это в песке. Кстати, друзья, меня спрашивали на тему автомобиля в Турции. Все это достаточно очень просто. Нужны обычные ваши российские права, которые международного образца, обычные с фотографией, пластикой, больше ничего не нужно. Они в Турции спокойно подходят. У кого есть международные права, хотите, возьмите, могут по ним, но это не обязательно. У меня вот тоже есть международные права, я их даже не брал, они здесь не нужны. Извиняюсь, да, здесь такой вид, это общественный такой пляж, как вы поняли, в Белеке, да, здесь немножко грязно в начале, да. Ну, а там дальше более-менее. Я так понял, что люди приезжают вечером посидеть, шашлык пожарить, чай разогреть, вот на гитаре играют, соответственно, палаточки поставили. В общем, такой а-ля формат, как говорится, на дачу или там в Алтай, что-то в таком духе, да, можно подумать. Все, солнышко у нас уже садится за горы, наступает вечер, мы отправляемся в отель. Вот так наш день плавно подходит к концу, сейчас мы еще доедем, соответственно, до нашего отеля, если что будет по дороге показать, я покажу. И вот так вот мы провели свой день. Спасибо, что весь выпуск этот был с нами, увидимся в следующем выпуске, подписывайтесь, следите за нами, увидимся, пока! Субтитры сделал DimaTorzok